Русская церковь в молитвенном вспоминала собор саратовских святых. Центром празднования стал город Вольск. В Свято-Троицком кафедральном соборе города божественную литургию в торжественный день совершили четыре архиереи. Митрополит Саратовский Вольский Лонген, епископ Балашовский Ртищевский Тарасий, епископ Покровский Николаевский Пахомий и епископ Урюпинский Новоанненский Елисей. По окончании литургии состоялся крестный ход вокруг собора. О других событиях праздничного дня смотрите в сюжете. У памятника новомучникам и исповедникам российским архиереи отслужили за упокоенную литию по всем пострадавшим за веру в годы гонений. Митрополит Лонген, обращаясь к пастве, отметил, что новомучникам и исповедникам российским мы сегодня обязаны тем, что можем свободно верить в Бога и воспитывать детей в православной вере. Все это мы верим и отдаем себе отчет в том, что стало возможно лишь благодаря молитвам наших новомучеников перед престолом Вседержителями. Все это стало возможно благодаря тому, что их кровь удобрила русскую землю и Господь смиловался над нашим народом. Я хотел бы напомнить вам, что новомученики российские – это не просто герои, которые отдали жизнь за свои идеалы, это святые. Это те, кто угодил Богу и те, кто молится сегодня о нас с вами. И мы должны обращаться к ним в своих молитвах. И мы не должны их забывать, мы должны помнить их и призывать все время их на молитву о нашем спасении. После богослужения в картинной галерее Вольского краеведческого музея открылась выставка «Гонение на русскую православную церковь в Саратовском крае». Она посвящена драматическим страницам истории православной церкви первой половины XX века. Выставка рассказывает об уничтожении святынь, о судьбах пострадавших за веру, как святых новомучеников, так и тех, кто пока еще не прославлен в лике святых. В экспозиции фотографии и документы из фондов комиссии по канонизации подвижников благочестия Саратовской епархии, из архивов областного музея краеведения и Родического музея. Немалая часть материалов предоставлена родственниками новомучеников. Во время презентации выставки был представлен в текст службы священному ученику Косме Петриченко. Житель села Рыбушка, он был рукоположен во священника в 1925 году. Служил настоятелем Христо-Рождественского храма в родном селе. Когда церковь закрыли, собирал прихожан у себя дома. В 1937 году был арестован и расстрелян. С одной стороны, это типичная история тех времен. Священник арестовывают осенью 1937 года. Следствие, которое длится несколько дней, один единственный допрос, на котором следователь в общем и не волновал особо, что скажет ему этот сельский батюшка. Главное, что на него уже есть допрос, на него уже есть показания и уже заготовленный смертный прикол. Уникальность истории жизни святого Космы в том, что это человек не из духовного сословия. Многие наши ученики – это дети и люди духовенцев, которые продолжали то служение, которое несли их деды и отцы. А святой Космак приходит на священное служение под зону сердца. Потому что для него была невыносима сама идея о том, что из-за его бездействия, может без храма, без службы, без благослужения остаться все его одно и седу, весь его приход. В этот же день в Доме молодежи и кино Вольска прошел концерт архиерейского хора Духосашественского кафедрального собора города Саратова. Прозвучали песнопения всеночного бдения и божественной литургии. Архиерейский хор не первый раз выступает в Вольске и полюбился горожанам. Свободных мест в зале не было. Наши концерты, безусловно, должны нести такой миссионерский характер. Прежде всего, они должны открывать для слушателей богатый мир духовной музыки. А самое главное, они открывают огромный богатый мир божественного слова. Концерт архиерейского хора завершил мероприятие, посвященное празднованию Собора Саратовских Святых.